Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанна Фетисова. Сегодня поговорим о здоровье ногтей. Средства, которые вы сейчас видите, помогают мне сохранять мои ногти, которые ранее ослоились и ломались в хорошем состоянии. Ранее я использовала шелаки довольно часто, и практически год вообще не снимала шелак, точнее снимала и потом покрывала новым. Делала я эту процедуру в салонах, и затем уже дома сама приобретя лампу. Потом выяснилось, что на любой шелак у меня аллергия, ногти слоятся, ломаются, болят, лопается кожа вокруг ногтей, сильный зуд. Оказывается, шелаки настолько ядовиты, что даже многие мастера маникюра отказываются работать с шелаками, потому что у них также проявляется аллергия. Естественно, я полностью прекратила использование шелака, а также перестала делать обрезной маникюр и стала заниматься маникюром сама. С тех пор мои ногти не слоятся и не ломаются, давайте расскажу вам об уходе. Для своего обычного маникюра я использую только мягкие пилочки, без жесткого абразива подпиливаю сухой ноготь, затем обрабатываю кутикулу и кожу вокруг ногтя, снимаю излишнее роговение. С собой в сумочке я обычно ношу похожую пилочку, но просто маленького размера. Я использую пилинг-скатку от Nova Sweet. Это экспресс-маникюр. Наносится этот гель на пальчики, далее растирается, превращаясь в шарики. Вместе с шариками уходят все загрязнения, краска, а также снимается излишний ороговевший слой, который не стерся пилочкой. Ногти и кожа вокруг ногтей, а также вы можете сделать им пилинг рук, будут идеально мягкими, гладкими. Подобные продукты есть в различных брендах. И далее продолжаю удалять кутикулу с помощью кутикель-геля. Этот гель наносится непосредственно на кутикулу. Вы даете ему некоторое время поработать с помощью вот такой вот лопаточки с жестким наконечником. И вся та кожа, которая зарастает, ноготок, и форма его меняется, становится некрасивой, она удаляется. Кутикула значительно уменьшается, ноготок становится более аккуратный. Таким образом я обрабатываю все ногти. Далее я обязательно смываю все средства с рук и ногтей тщательно в теплой воде. Затем я беру минеральную пасту для ногтей. В одном из салонов один раз мне сделали маникюр с помощью такой пасты, и это мне очень помогло. Такая паста шлифует мягко, снимая верхний рыхлый слой ногти, одновременно затирая пустоты, заполняя ноготь кератином, как клеем, как бы склеивая его. Ноготь становится более ровный, чуть-чуть блестящий. Подобных паст довольно много в различных брендах. Оставляю вам ссылку на ту, которой пользовалась я. Можете использовать, конечно, любую шлифовочную пилочку, но, однако, она будет стирать более чем нужно с ногтей. Я использую более мягкий вариант. Вот такой вот разделитель для педикюра. Это губка мягкая. Затем лишнее я убираю салфеткой. Прохожусь еще раз этой пластиночкой по всем ногтям. Затем, как верхнее покрытие, я использую воск для ногтей, укрепляющий. В самих минеральных пастах содержится немного воска для ногтей, но недостаточно того, чтобы защитить ноготь от внешнего воздействия порошков, различных смесей, мыла, воды и так далее. Такой воск для ногтей я приобретаю в магазине «Подружка». Также видела его в других магазинах в таком вот маленьком формате. Также палочкой наношу буквально по капле на каждый ноготь. Зашлифовываю. Наношу я этот самый воск в том случае, если не наношу никакого дополнительного покрытия на ноготь. В принципе, с тем же успехом вы можете использовать для тех же самых целей обычную гигиеническую помаду. Она должна быть натуральной, состоять из пчелиного воска и масел. Такие помады в изобилии продаются на Ахерб. Ношу ее с собой, использую и для губ, и для того, чтобы затереть ноготь, либо для того, чтобы увлажнить кожу вокруг ногтя. Сегодня я не буду наносить воск, и поэтому сразу же после минералов я нанесу специальное покрытие SOS для мягких, тонких и расслаивающихся ногтей. Это покрытие на пару дней, по крайней мере, защищает мои ногти от воздействия внешней среды. Они более блестящие и крепкие. Вы должны знать, что во всех похожих средствах, в данном случае это средство от Эволайн, в составе есть формальдегиды. Они склеивают кончик ногтя, придают ему такую, я бы сказала, искусственную крепость. Но для многих это единственный выход, когда ногти очень сильно слоятся, и хочется при этом иметь красивый маникюр. Часто я этими средствами не пользуюсь. В основном я покрываю ноготь воском. Есть аналогичное средство. Это не лак, это проникающий укрепитель для ногтей. Здесь, как я понимаю, гораздо больше формальдегида, чем в Эволайн средстве, поскольку, если нанести его на весь ноготь, а не только на кончик, как рекомендует производитель, то прям буквально вы почувствуете, что ноготь болит. Если вы пользуетесь такими средствами, только на кончик ногтя, совсем чуть-чуть, только там, где слоицы ломаются, если вы хотите отрастить ноготь и принципиально не хотите отрезать. Следующим завершающим этапом в моем маникюре всегда является масло для кутикулы. Я использую масло от Эль Каразон, французская компания. Мне она очень нравится. У них продаются средства в профессиональном размере. Как вы видите, это довольно большая бутылочка. Здесь хороший набор масел, очень удобная кисточка. Масло довольно густое. Наносится на кутикулу вокруг ногтя, втирается затем, и ноготь становится блестящим. Кожа напитанная, и, как вы видите, заусенцы исчезают. При высокой сухости кожи повторять данную процедуру нужно каждый день. В бренде Эль Каразон есть специальное средство-закрепитель для ногтей. Он вот такой вот мутно-белый молочный дает оттенок на ногти. Также неплохо держится на ногте, как и средство от Эволайн. Здесь более простой состав. И с помощью средства для снятия лака от Сали Хансен я снимаю все эти защитные средства, защитные лаки с ногтей. И далее либо делаю заново весь маникюр, если это требуется, либо просто отодвигаю кутикулу с помощью палочки и масла, которого вам только что показывал. Я все еще в поиске идеального крема для рук. Кожа у меня очень сухая, рук и кутикула очень сильно сохнет. Поэтому я предпочитаю кремы и для рук, и для ногтей, и лучше заживляющие с натуральными травами. Больше всего мне нравится именно лечебный крем 9.1.1 с витамином F. Он менее жирный, но лучше увлажняет, как ни странно. Теперь немного о витаминах. С вами три бренда. Фирма Салгар, 20th Century 21 век и Natural Plus. В недавнем своем видео о покупках витаминов на сайте iHerb я рассказывала вам подробно обо всех этих витаминах. А сейчас же хочу обратить ваше внимание именно на витамины Салгар. Ногти и волосы состоят у нас из кератина. Для того, чтобы кератин загустел, а в природном состоянии он довольно жидкий, как клей, ему необходимы несколько элементов витамины Салгар. Они содержат MSM-комплекс, тот самый комплекс, который необходим для затвердевания кератина в наших ногтях. А именно, легко усваиваемый комплекс серы, который довольно сложно найти в других витаминах. Этот комплекс патентован. С воздействием этого комплекса волосы и ногти прекращают расслаиваться и ломаться. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Если да, дайте мне, пожалуйста, об этом знать. Я жду ваши комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Спасибо большое, что вы были со мной. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok